У Толераду и компанию «Гомель» звернулись працанники вытворчиха унитарного предприемства «Випра». На листе за маль 130 подписами просьба, допомогши навести парадок на одной из гомельских улиц. Больше за пять годов тому тут пошлося будавництво новой магистрали, однако работы не завершены до этого часа. Люди с дренным зроком и слыхом вымушены добираться до працы, сярод машин, водителей яких спробуют одночасово объехать и пешеходов, и шматлики, и ямки. У ситуации разбиралися наши корреспонденты. По великим рахунку дорогу по инженерным проезде у «Гомеле» ци докладней тое, что от яе засталося, можно было бы выкорыстовывать для выпрабывания автомашин на трывалость, а водителям на профессионализм. Проехать участок до женей меньше як километр – совсем непросто. У селяким выпадку пошкоджены ауто на этой дороге – не выключение. Ехал с работы вчера, дорога очень плохая. На машине въехал в яму, оторвался бампер. Вот сейчас надо делать ремонт, производить. И это уже продолжается на протяжении нескольких лет. По этой дороге мы мучаемся, а не ездим. Одни проблемы только. С этих дорог у нас ремонт на ремонте. Техника бьется. Ну, есть простые. Работники унитарного предприемства ВИПРа от такой недоброго парадкованности терпят, бадай, больше за инших. С 350 просылников – 216 инвалиды. З уликом того, что тротуара тут нема, с ближайшего автобусного припынку приходится исти пешу по дороге. Пришим вариантов два. По проездной часы – типа так званой «зеленой зоне», где так сама едуть машины. Для людей, которые дренно бачатся и чувствуют, это это правдное выпребывание. Даришь, как трапить на работу, шмат кто у якости додаткового обудка бере с собой гумовые боты. На нашем предприятии инвалидов сегодня 60%. Они постоянно ходят на работу каждый день. И в темное время суток, зимой. И в плохую погоду. А нормальных дорог нет. Даже тротуара, посмотрите, нет. Люди ходят как раз по обочине и постоянно от машин брызгами пачкаются. И поэтому постоянно жалобы ко мне поступают. Мы выношены обращаться в разные станции. Но, к сожалению, результата никакого. По приблизных подликах дорожного будуника полностью адрамонтовать этот участок дороги с захованием усих технологичных потребований и асфальтовым покрытием необходимо калять 400 тысяч рублей. Могчим и на справе, гетая лишь бы была бы не такой значной. Але проблема у тем, что основная дорога тут повинна пройти побач. Миновита гетый участок потом выкаристовываться не будет. С ситуацией на месте ознаемился старшиня облвыканка Магинац Соловей, який принял ответное решение. Добру парадкованная дорога будет побудована в наступном годе. А Пакуль для работников Випры сделает специальный тротуар. Я дам поручение просчитать, сколько будет стоить строительство пешеходной части для того, чтобы улучшить пешеходное движение тех людей, которые работают на Випры. Поэтому мы просчитаем, примем решение и посмотрим, с каких фондов мы можем выделить деньги, чтобы в текущем году хотя бы этот промежуток делать. Что касается самой дорожной сети, однозначно, вкладывая сегодня денежные средства в ее реконструкцию, это будет просто экономически неправильно. Поэтому мы дорогу подремонтируем, для того, чтобы она могла передвигаться транспорт более эффективно, и примем решение по следующему году, включая ее программное развитие города Гомеля. После наведывания проблемного участка дороги, старшиня облвыканкама даў необходный дорученник и рунику Гомеля. Сюня ранецы у городским выканавчим комитете отбылася оперативная нарада с уделом проектировщиков и дорожников. Усувезе с тем, что размова идзе об объекте незавершенного будаўництва, принято решение зарабить для населенства специальные тротуары, провести добру парадкование участка дороги, по яким рухается транспорт. Сейчас там производятся работы по гридированию этой улицы, но я хочу сказать, что это только временные работы, потому что сейчас уже изготавливается документация, в следующем году запланированы в областном бюджете средства на то, чтобы выполнить работы по реконструкции этой улицы с выходом на улицу Советскую. Конечно, это будет уже современная такая магистраль, и со всеми там и тротуар будет, и будет безусловное освещение, хотя тротуар мы уже, может быть, и не может быть, а уже, я думаю, что мы сделаем в ближайшее время в рамках того проекта, который разрабатывается, чтобы то, что можно уже сейчас сделать, будет сделано в этом году, буквально в ближайшие месяцы, ну а остальные работы, вот такие же глобальные, по реконструкции этой улицы мы выполним в следующем году, когда уже будет иметься документация, прошедшая экспертиза. Кали на проектировку и будавництва тротуара спотребится пылный час, то доброупорядкование участка по инженерным проезде начали одразу после завершения нарады угарвы конками. Усовет с тем, что это часовая дорога, укладывать асфальт тут не будут, але ямки засыплюсь инертным материалом. В праздник и час этой работы обещают повторить снова. У наступном годе после корректировки проектно-каштаресной документации начнется будавництва сучасной якосной трассы. Принятыми мерами работники ВИПРы засталися задоволены, а лепы просили навести парадок на дорозе еще из улицы Тролейбусной, по какой инвалиды так само приезжают на работу. Уже в некольки годов под час дажжоу тут утворается невеликое озеро, а бысти якое немогчима. Для людей с дрэнным зроком и удобрая на двор ягета саправдная полоса перешкот. Темболь, что напереде их чакает еще переход про щегунку. У темный час суток пройстит у человеку, який практически ничего не бачит, задаше не з легких. На приконце гэтой сумной экскурсии работники ВИПРы кажут, что вельми спадзиются на становчее вырошение их проблем. Узнятые пытания на особистом контроле керавника в области и под увагой нашей сдымочной группы.